Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Евгений Михайлов. Сегодня в выпуске. Выполнен на четверг. Комиссия проверила, как идут работы по ремонту придомовых территорий в округе. Общественные наблюдатели. Комиссия оценила ремонт в Доме культуры Улитовки. В тюрьму за кражи. Полицейские задержали подозреваемого в хищении имущества из частных домов. Акция Добра. Многодетные уссурийцы поучаствовали в бесплатной фотосессии. 40 лет вместе. Со школьной скамьи семья Кричанок пронесла любовь и заботу друг о друге. Культурный визит в Китай. Совместный концерт приморских музыкантов с артистами Шиньянской консерватории. Ремонт придомовых территорий, который запланирован в этом году, выполнен более чем на четверть. Отметим, в целом до осени в округе будет благоустроено 56 объектов. Специальная комиссия побывала на улицах Ленинградской 46-Б, Некрасова 2 и 4 и в переулке Крупской 5. И оценила работу, которая была проделана. Жители дома по улице Ленинградской 46-Б получили двор под ключ. Теперь здесь красуется новый асфальт, бордюрный камень, появилось освещение, скамьи и урны. Небольшая, но уютная зона для отдыха. Это одна из территорий, которая была обновлена по специальной программе в этом году. В текущем году администрация Уссурийского городского округа на территории округа запланировано благоустроить 56 дворовых территорий. Окончание работ мы планируем 30 августа. Существует две программы, которые финансируют эти мероприятия. Одна программа муниципальная 100 дворов Уссурийска. Вторая программа финансируется и в рамках программы социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов Российской Федерации. 51 придомовая территория будет отремонтирована в этом году по муниципальной и 5 по федеральной программам. Последняя предусматривает комплексное обновление территорий, а не только асфальтирование. Как, например, на Некрасово 2,4. Здесь также появились свежий асфальт, новый бордюрный камень, освещение, скамейки и урны. На сегодняшний день в округе привели в порядок 15 дворов. По программе 100 дворов принято уже 13 дворовых территорий. Заявилось на приемку чуть больше, но сначала 6, а теперь уже по 5 дворам есть замечания. Причем замечания эти формируются как приемной комиссией, так и жителями дома. В основном претензии к качеству асфальта. Подрядчики обязаны исправлять недочеты и делают это. Сроки также до конца августа. В этот день специальная комиссия осмотрела и замену асфальта и старых бордюров в переулке Крупской-5. Здесь же, кстати, обустроили зону отдыха. Претензий не нашлось. Виктория Калинина, Игорь Антонов, Телемикс. Практически без замечаний. Комиссия общественных наблюдателей посетила Дон культуры Улитовки и проверила, как подрядчики провели ремонтные работы. Помимо реконструкции помещений и территории сельского клуба, там установили спортивные тренажеры. Диана Мазур побывала на месте и узнала подробности. Жители села Улитовки радуются. От холодного старого клуба с прогнившими полами ничего не осталось. Капитальный ремонт в этих стенах начался в марте 2022 года и уже к декабрю специалисты закончили работы. Новые стены, потолки, санузел, облагороженная территория и такое необходимое отопление. Когда я пришла работать, здесь клуб был старый, полы проваливались, прям щели были. Мы с детьми занимались в крышковой комнате, очень было холодно. С окон дуло. А сейчас, обратите внимание, у нас новые пластиковые окна. Полы заменили, у нас плитка. Очень удобно ходишь, прям приятно, светло, чисто. Помимо ремонта внутри здания, благородили площадку около клуба. Новый асфальт, урны, лавочки, вазоны и не только. Выделили место и под спортивные тренажеры, на которых активно занимаются местные мальчишки и девчонки. Общественные наблюдатели оценили работу и нашли лишь мелкие недочеты, которые в скором времени подрядчик обязуется исправить. В целом замечаний нет. Все сделано хорошо. Замечания сейчас к подрядчику были, это вот по крыльцу, то есть в сфере погодных условий оно все-таки потрескалось, полопалось, как и цокали здание. И там чуть-чуть деформация, где дверь входная. Но обещали все это они исправить. Для любого дома культуры важна хорошая музыкальная аппаратура. Благоустройство клуба позволило принять участие в региональной программе по приобретению оборудования для сельских клубов в небольших населенных пунктах. Мы приобрели оборудование музыкальное для этого клуба стоимостью более 400 тысяч рублей. Это звуковые колонки, микшерный пульт и микрофоны. Теперь дети могут заниматься у нас вокалом. Мы можем проводить развлекательные мероприятия для села, в том числе и такие общесельские мероприятия. Напомним, на протяжении нескольких лет в Уссурийском округе идёт масштабная работа по обновлению учреждений культуры в сельской местности. Виктория Калинина, Диана Мазур, Роман Адонин, Телемикс. Подозреваемый в совершении нескольких краж из частных домов задержан в Приморском крае. По каждому случаю возбуждены уголовные дела. Преступника заключили под стражу. Сейчас идёт проверка связи мужчины с подобными правонарушениями. Мужчина легко проникает на частные территории. С помощью лома ловко вскрывает двери сарая. Лицо предусмотрительно закрыто маской. Очевидно, в преступных делах житель Приморья не новичок. Поступили несколько сообщений местных жителей о хищениях личных вещей из их частных домов, беседок и хозяйственных построек. Установлено, что с мая 2023 года злоумышленник незаконно проникал на территории частных домовладений и хозяйственных построек, где совершал хищение имущества граждан. Мужчина похищал обувь, наручные часы, инструменты, запчасти для автомобилей, мониторы. Сумма ущерба составила свыше 220 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. 33-летний житель Приморья уже не первый раз совершает подобные преступления. В отделе полиции дал признательные показания и пояснил, что украденные вещи перепродавал. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частями 2-й и 3-й статьи 158 УК РФ – это кража. А также по части 2-й статьи 161 УК РФ – это грабеж. В отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В преступлениях я раскаиваюсь. Лень больше того не повторится. Потерпевшим большое извинение. Сотрудники полиции проверяют право нарушителя на причастность к схожим преступлениям. Расследование продолжается. Валерий Адар, Телемикс. Беспилотники, ФПВ-дроны, приборы для радиоэлектронной борьбы передали приморцы нашим землякам, участникам специальной военной операции. Об этом в интервью сообщил глава региона Олег Кожемяка. Во время командировки в Белгород. Оборудование будет доставлено на передовую в ближайшее время. Сегодня находимся в командировке в Белгороде, где базируются наши ребята. Поэтому привезли оборудование. Это станции РЭП, радиоэлектронной борьбы, и носимые купольного типа. А также БПЛА с тепловизорами, без тепловизора, ФПВ, дроны. Далее антенны. К радиостанциям блоки питания передали также, кроме этого, в настоящее устройство, которое мы делаем, КАБАН для перевозки боеприпасов и других грузов. Это для наших ребят 155-й, бригада морской пехоти, бригада, и, конечно, батальон двигателей, а также для наших ребят-пограничников, которые здесь находятся. Через несколько часов оно поступит уже на передовую позицию, туда непосредственно войска, что позволит изберечь жизни, более качественно и грамотно выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности, по борьбе с фашистами. Поэтому будем продолжать такую работу, связанную с поддержкой наших востужений, для жителей Приморья. Бесплатную юридическую помощь смогут получить уссурийцы, однако для этого нужна предварительная запись. Специалисты ответят на вопросы, которые касаются защиты семьи. Консультировать станут представители Адвокатской палаты Приморского края, Нотариальной палаты и Краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциация юристов России. Желающих ждут 9 июля на Некрасово, 66, в 323 кабинете с 11 часов утра. Также юристы будут принимать граждан в мобильном офисе возле здания администрации округа. Предварительная запись по телефону 3909-26. Впереди короткий рекламный блок. Оставайтесь с нами, далее вы увидите. Бесплатная фотосессия. Акция «Добра в округе» прошла в честь года семьи. Рубиновая свадьба. 40-летний юбилей семейной жизни отметит Чита Греченок. День рождения. 87 лет прошло со дня основания драматического театра ВВО. Это вечерний выпуск программы «Телемикс новости». Идем дальше. Многодетные уссурийцы поучаствовали в бесплатной фотосессии. Акция «Добра в округе» прошла в честь года семьи. Съемку организовали с помощью предпринимателей по социальному контракту. Кто и как сможет получить поддержку от государства, если оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом смотрите в сюжете. Теперь будем обниматься. Кто рядом сидит, давайте обниматься. Стать фотографом участница акции «Добра» Анастасия решила два года назад. Начинала, по ее воспоминаниям, с аппаратурой, весьма далекой от совершенства. Чтобы приобрести профессиональную камеру и перевести качество съемки на новый уровень, девушка решила воспользоваться социальным контрактом поддержки малоимущих жителей. Первый раз я подавала заявку два года назад, и мне отказали. Мне сказали, что нужно доработать бизнес-план, нужно немножко подучиться. Уже на следующий год я пришла, подала заявку, и буквально в течение двух недель мне пришло одобрение. И я уже написала бизнес-план и защитила его перед комиссией. Полученных денег хватило, чтобы провести солидное техническое переоснащение. Свой вклад в акцию «Добра» Анастасия вносит в бесплатной фотосессии, участниками которой стали многодетные жители Уссурийска. Событие посвящено году семьи. От социальной поддержки города Уссурийска поступило предложение поучаствовать в фотосессии. Мы согласились, почему нет. Очень приятное дело и полезное на память. Возможность получить от государства помощь по социальному контракту имеют малоимущие семьи или граждане, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Социальный контракт дает возможность выйти из тяжелой жизненной ситуации и также способствует карьерному росту и профессиональному развитию. Эту помощь можно получить по нескольким направлениям. Поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и оказание иных мер социальной поддержки. В этом году в Уссурийске одобрено 14 заявок по социальному контракту. Еще 16 жителей получили помощь в поиске работы, а трое обрели возможность заниматься индивидуальным предпринимательством. Следующая акция «Добра» пройдет в округе в сентябре и будет посвящена Дню знаний. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. 40 лет вместе. Со школьной скамьи семья Греченок пронесла любовь и заботу друг о друге. И по сей день нежно и с трепетом продолжают это делать. Наша съемочная группа побывала в гостях у Владимира и Елены, которые с радостью поделились своим опытом и насыщенным укладом жизни. В 1970 году нас родители как привели в первый класс в школу, так мы и не расставались больше никогда. Вот так о первой встрече рассказывает Елена Ивановна. Семья Греченок уже перешагнула 40-летний рубеж совместной жизни. Самоотверженная любовь, глубокое уважение друг к другу и нежная забота. Те самые три составляющие взаимоотношений, проявление которых видно невооруженным глазом всего за полчаса общения с читой. Паре пришлось расстаться лишь однажды, и даже недолгая разлука стала невыносимой. Я вот когда ушла на пенсию и уехала на две недели в Таганрог к подружке, ну учились мы вместе в техникуме, так прямо домой тянула вообще со страшной силой. Хотя, ну как бы, новые люди, впечатления, там смена обстановки вроде как должно быть, а мне так домой хотелось. Дома у семьи Греченок чувствуется тепло и уют, который обустроен совместно своими руками. Как сказал Владимир Николаевич, наш дом – это вечная стройка. В этом сезоне уже готов современный погреб, в планах возвести над ним навес. А вот сад достоин отдельного внимания. Вместо клумб с разнообразными цветами, плодово-ягодные деревья и кустарники, различные элементы декора, но взгляд задерживает на себе пруд, а вернее пруды, их во дворе два. В одном из них уже распустились красочные нимфеи. И в работе, и в отдыхе. Всегда вместе и совместное свободное время Владимир и Елена предпочитают проводить активно. Вся зима у нас, все выходные – это у нас рыбалка стабильная. Куда любите ездить? Какие излюбленные места? Ну, ездим мы обычно на Сейфун, на Писуче ловим, и на Тавричанку, на Камбалу, на Вагу. У нас каждый улов, в принципе, хороший получается. Жирный улов, я считаю, это был тот, когда вот это ведро 10-литровое, писутся на ловиль за полдня. Что вы с ним делали-то потом? У нас родственников же много. Да, точно. А еще чита-греченок выбирается на тихую охоту. В благоприятный сезон грибными съедобностями обеспечили всю семью. К слову, большую. У Елены Ивановны, помимо мамы, 8 родных – дядь и тёть. А у наших героев – сын и дочь, и уже две внучки. Как-то невольно традиция проносить любовь через долгие годы передаётся из поколения в поколение. Например, родители Елены уже отметили 60 лет супружеской жизни. Симфонический оркестр Приморской филармонии вместе с делегацией края посетили провинцию Ляонин в Китае. Музыканты дали большой совместный концерт с артистами Шиньянской консерватории. Основная цель визита – наращивание культурных обменов между странами, встречи с представителями органов власти, посещение промышленных предприятий и работа в сфере гуманитарного сотрудничества. В зале нет свободных мест. На сцене артисты Приморской краевой филармонии и Шиньянской консерватории. Совместный концерт проходит с аншлагом, и публика тепло принимает наших артистов. Это ещё раз показывает, какой огромный интерес есть у жителей Китая к культурным обменам, которые идут между нашими странами и регионами. Артисты исполнили для публики самые любимые и узнаваемые композиции русских и китайских композиторов. Прозвучали у вертюра в опере Руслана Людмила, Михаила Глинки, «Моя родина, Лючи», «Подмосковные вечера», «Василия Соловьёва-Седова», «Я люблю тебя, Китай», «Джена Цзюфена» и другие произведения, уже ставшие классикой музыкального мира. Выступления наших земляков всегда собирают здесь полные залы. В Китае уже проходили успешные гастроли приморской сцены Мариинского театра. Вместе с делегацией «Края» концерт посетила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, которая заявила, что страны, безусловно, продолжат наращивать темпы культурного сотрудничества. Диана Мазур, Телемикс. Театру Восточного военного округа исполнилось 87 лет. Именно столько сезонов отыграли на уссурийской сцене артисты. Мы побывали на дне рождения и удивились, насколько коллектив помолодел. А значит, все еще впереди. Присоединяемся к поздравлениям в форме сюжета. Пусть бегут на спектакль пешеходы в театр, а оркестр на крылечке гремит. 87 лет исполнилось Драматическому театру Восточного военного округа. И это архиважный праздник для самых близких. Это праздник, который мы всегда в кругу семьи отмечаем, а семья театра – это не только артисты, цеха, но и зритель. Поэтому мы создаем праздничное настроение, подводим небольшие итоги этого сезона и дарим друг другу позитивное настроение, наверное, и заряд бодрости на наш период отпуска. В вестибюле – инсталляция. По периметру расположилась выставка сезона. Здесь постарались показать эпизоды каждой постановки и даже экспозицию будущей премьеры. Только чуть-чуть приоткрываем, как говорится, завесу, чтобы все-таки сохранить какую-то интригу. То есть это вот будут у нас рубахи. Это те рубахи, которые носили в то время. И вот у нас тоже как часть декорации – это вот таких вот три костра мы сделали, которые как живые. То есть это костер, сделанный из тряпочек. Всего можно сложить в коробочку. А в Зале Таинства – священное единение с миром параллельным, не существующим, но осязаемым душой. Потому что любить театр нужно… …всеми силами души, со всем энтузиазмом, со всем выступлением, на которое только способна пылкая новость. Мучает тягостная мысль о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил. Здесь вы забудете ее. Эти заповеди зритель знает на подкорке. Ценит, хранит и лелеет. Я часто хожу в театр, как бы в лицо некоторых актеров знаю. Хотелось бы поздравить. Всегда привыкли. Работа, дом, работа. А тут отключаешься, тут отдыхаешь душой, переключаешь свое внимание на бытие, где ты пересматриваешь свои жизненные даже ценности. Театр ВВО – особенный театр. С военным служением. Но миссией мира. Артисты выступают в гарнизонах, порой на передовой и в госпиталях. Я пел о любви, добре и силе. А главный врач стоял, смотрел в окно, как к отделению новых подвозили. Концерт попытался вместить весь сезон. Старался не упустить ни одной постановки и творческого вечера. Конечно, в виде отрывков. Но снова слышу я голос. Тебе 35. А значит, как все нормальные, взрослые люди, надо страдать. И даже в 87 театр только молодеет. К звездам «Ревизор», «Позывной свет», «Жестокий романс», «Слово о полку Игореве», финальная премьера уже на этой неделе, итог ко дню рождения. И перед летним отпуском – блестящий сезон. Заряженный коллектив. А значит, очень скоро режиссер вновь скажет – поехали. Ирина Мигунова, Роман Адонин. Телемикс. Пока это все новости. Больше информации ищите в наших социальных сетях. Этим вечером с вами был Евгений Михайлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова